Добрый день! Сегодня показательное выступление. И такие очаровательные, красивые девушки в интересной одежде. Расскажите, пожалуйста, а что это за вид спорта и вот так одеты? Вид спорта называется аэрокитбоксинг. Он состоит из акробатических элементов владения оружием и элементов китбоксинга, ударов. А зачем женщине уметь владеть оружием? Ну, чтобы защищаться от хулиганов на улице. А у нас много хулиганов на улицах? Конечно. Вы уже сталкивались с ними? Нет. Но вы хотите заниматься, чтобы при случае. А сколько лет вы занимаетесь? Два года. Ну и как вам нравится, расскажите. Конечно. Ну а что именно нравится в этом виде спорта? Ну, больше всего мне нравится то, что тут есть гимналистические элементы и элементы китбоксинга. Ну а в школе тоже очень много физкультуры. Вы в школу ходите, молодая леди? А как вас зовут? Давайте познакомимся. Как тебя зовут? А тебя? А леди. Ну, вы уже ходите в школу? Да. Я в садик. В садик? Ну в садике тоже много физкультуры. Не устаешь от урока физкультуры в детском саду и что приходишь все сюда заниматься? А что тебе здесь больше всего нравится? Садится не спорта. Падает не спорта. Падает? Разве может нравиться падать? Да. А что так? Как это может нравиться, девчонки? Ну вот упал и синяки. У вас много синяков бывает? Нет. Как это вы падаете без синяков? Расскажите. Мы привыкли. Ну разве к синякам можно привыкнуть? Ну а травмы получаются иногда или нет? Нет. А ваша цель в жизни, дальнейшая, как вы хотите продолжить свою дальнейшую судьбу, скажем, в спорте? Развиваться лучше, достигать новых целей и может стать тренером в дальнейшем. Скажите, а вообще зачем заниматься спортом? Нужно ли это? Нужно. Я думаю, каждый должен заниматься спортом, чтобы держать себя в форме и быть здоровым. Вести здоровое проще. А еще для чего, как вы думаете? Нужно быть сильным, красивым, спортивным. Все-таки красота, хоть у вас, смотрю, и нунчаки. Для женщины, по-моему, очень важное дело. Но я смотрю, что очень красиво и замечательно. А вы много были на соревнованиях? Да. А на соревнованиях страшно или нет? Да что ж вы ко всему так привыкли? Ну что, и синяков не бывает. У меня такое желание скоро возникнет и самой прийти позаниматься. Но я боюсь, что меня в таком возрасте уже не возьмут на эти занятия. Ну, по желанию тренера, мне кажется. То есть, если я понравлюсь тренеру, а что для этого нужно? Сесть на шпагат. Что я должна показать? Как я должна убедить тренера? Ну, а вы не устаёте, вот вы занимаетесь в школе, в детском саду. Ну, вы не устаёте, а уроки когда успеваете делать? Иногда после тренировки, иногда до тренировки делаем. А гулять когда-то успеваете или у компьютера посидеть? На выходных. На выходных? А у вас, я слышала, только один выходной. Так как же вы проводите своё свободное время и бывает ли оно у вас? Бывает время. Ну, можно всё, что это главное захотеть. Но вы считаете, это вид спорта для девочек хорош? Не опасен? Не опасен? Это этим видом спорта может заниматься и девушки, и парни. Все, кто захочет, имеют желание. А вот вы занимаетесь кто-то больше, кто-то меньше. Какие изменения в себе вы уже заметили? Ну, физическая форма стала лучше, новые навыки какие-то. Ну, можно бегать, дождь и ходить без задышки. А вам что? Ну, на секретаре, когда сдаёшь нормативы, то делаешь больше всех, там, как бы, и тебя хвалят. А остальные, я меньше делаю. Когда хвалят, приятно. Вас тоже хвалят? А чем вам помогает этот спорта? Я начала меньше болеть от этого, да. Раньше она болела, а сейчас уже нет. А что бы вы пожелали девчонкам, вот таким, как вы, замечательным? Что пожелаем девочкам, которые ещё не пришли сюда к вам? Чтоб были надеются. Чтоб пришли? Ну, тогда так и давай скажем. Мы приглашаем вас. Приходите к нам заниматься, да? Спасибо вам огромное. Я думаю, что вас все услышат и обязательно придут заниматься. Будут такими же красивыми, спортивными и улыбчивыми. Спасибо.